А мы возвращаемся к оперативной обстановке, которая сложилась за прошедшие сутки. Враг не оставляет нашу страну в покое и продолжает воздушные атаки. Но практически по сравнению с предыдущими ночами, эту ночь можно считать почти спокойной. За прошедшие сутки противовоздушной обороны юга Украины была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59Х-69 на Николаевщине, два ударных беспилотника типа «Шахет-136» и российский разведывательный беспилотник «Орлан-10» на Одесщине. Кстати, с утром сегодняшнего дня в Николаевской области уничтожен был еще один беспилотник «Орлан-10». Вчера состоялась ракетная атака по городу Одесса. Одесса удар пришелся по припортовой инфраструктуре и попал в отделение «Новой почты». К сожалению, пострадало 14 человек. Разразился огромный пожар. Очень долго тушили, горели посылки, которые граждане отправляют. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена была на месте. Но сам факт. Сегодня военкоры, российские военкоры пишут, что «Новая почта» переправляет боеприпасы из Соединенных Штатов. То есть, ну ни ума, ни фантазии выдумать такую ересь. Продолжается просто террор и геноцид одесситов и вообще граждан Украины по целью создания хаоса и паники в нашей стране. Но это больше еще сплачивает людей и вызывает непримиримость к нашему врагу. Мы все больше убеждаемся в том, что мир ни о каком мире быть не может. Только разгром на поле боя. Ну и опускаемся с воздуха, опускаемся на землю. И прошедшие сутки. Линия фронта. На линии фронта произошло 121 боевое столкновение. То есть, интенсивность боевых действий просто высочайшая. Такого не было давно. И причем, видите, она держится уже несколько суток подряд. То есть, враг, несмотря на то, что Шойгу там на всех совещаниях кричит «Дайте технику», то они пытаются держать темп наступательных действий довольно высоким. В общем, враг нанес за прошедшие сутки 5 ракетных и 63 авиационных удара. Совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. Огонь велся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта на всю глубину досягаемости огневых средств врага. В результате этих российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые есть среди гражданского населения. А разрушения получили как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Ну вот как я вам рассказал про трагедию в Одессе с складом «Новой почты». За прошедшие сутки авиационные удары вражеская авиация наносила в основном в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот по артиллерийскому огню подверглось более 120 населенных пунктов. И здесь мы наблюдаем огонь вражеской артиллерии вдоль всей линии соприкосновения с Аркастаном. Как государственная граница Черниговская, Сумская, Харьковская область, так и линия фронта Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Николаевская области. И прилегающие ближе всего к фронту области, это такие как Днепропетровская. Далее пройдемся по оперативным направлениям. Волынская и Полесская. Здесь существенных изменений оперативная обстановка не претерпела, она остается стабильной и контролируемой. Единственное, что бы я отметил, это то, что на аэродроме Лида в Белоруссии начались интенсивные строительные работы по усовершенствованию инфраструктуры аэродрома. Что обращает на себя внимание, это ремонт взлетно-посадочной полосы с ее усилением, то есть предполагается, что будут садиться более тяжелые самолеты. И постройка целой стоянки с полукрытыми ангарами. У них нет торцевых стенок, у этих ангаров это такие арочные конструкции, под которыми находятся самолеты. Сверху их не видно, но при этом эти укрытия для самолетов обеспечивают запуск двигателя, проверка его на всех режимах и выход из этого укрытия самолета сразу на рулежку и на взлетно-посадочную полосу. Вот такую реконструкцию затеял Лукашенко на аэродроме Лида. С чего вдруг, трудно сказать, видимо готовится принимать там большое количество авиаций, которую надо укрывать будет от посторонних глаз. Но я имею ввиду это разведанные дроны и спутниковая разведка. Далее у нас идет северское и слабожанское направление. Тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления. Согласно заявлению спикера Национальной гвардии Украины, вражеские ДРГ особенно активничали в Харьковской области на прошлой неделе. Иногда это идет чисто разведка или диверсия, иногда эти действия они совершают для того, чтобы отвлечь наше внимание. Вот кстати я, ну вот с появлением новой развединформации о количестве войск вдоль нашей границы и частичном их усилении, там прибыло несколько батальонов и несколько дивизионов, в основном в Брянскую область. Я предполагаю, что с началом основного этапа наступательной операции, которая может наступить с середины мая и далее, вот то о чем говорил генерал Буданов, да. Я не исключаю, что в Сумской или в Харьковской области враг может провести рейдовые действия на нашей границе с целью отвлечения наших резервов и растягивания резервов и недопущения переброски войск или усиления тех оперативных направлений, на которых он будет наступать. Окончательно, я так понимаю, они все-таки не определились в направлении главного удара. Я вчера высказал предположение, что это скорее всего будет плацдарм в районе Очеретина, который они создают. Но сегодня уже ситуация меняется и они основные усилия перебрасывают на Часавьяр. Так что, я так понимаю, что не могут они до сих пор определиться, куда же стягивать им войска и где наносить главный удар в попытке начать наступательную операцию. Ну а мы движемся дальше с вами. И следующая у нас идет уже линия фронта, Купинское направление. Здесь наши воины отразили 14 атак противника, в основном в районах Петропавловка, Кайвановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки и Стельмаховка. То есть, боевая активность, видите, вырастает. 14 атак практически по всей линии фронта. Это, кстати, тоже может служить отвлекающим маневром для того, чтобы мы не могли перебрасывать. Они перебрасывают. Они определяют батальоны. Вот сейчас с Ореховского направления снимают десантников. И, скорее всего, эти батальоны мы можем увидеть либо в Брянской области, а может быть и на Часовом Яру. Это у них считаются самые боеспособные части. Поэтому боевая активность растет и отвлекает наши основные силы и наши резервы. Мы теперь думаем, куда нам направлять резервы. Лиманское направление следующее. То же самое. 14 атак. То есть, боевая активность довольно высокая. И атаки происходят в основном Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянское лесничество. А также населенный пункт Тернов. Но тут атаки атакам рознь. Если на Купинском направлении у нас, мы знаем, что против нас действует в основном танковая группировка. Там в основе группировки на Купинском направлении 1-я гвардейская танковая армия. Это Подмосковья, которая пришла. Плюс они туда перебросили вновь в сформированную танковую дивизию. И вот там в основном такой бронекулак. А на Лиманском направлении у нас действуют две общие войсковых армии. 25-я и 20-я. И тут в основном пехотные штурмы. Хотя бронетехника тоже иногда присутствует в этих штурмах. Но вот на Лиманском направлении, если на Купинском направлении мы просто отбиваем атаки и стараемся удержать врага, не допустить его продвижения вглубь нашей обороны, то на Лиманском направлении наши войска еще и ходят в контратаки и очень успешно на плечах отходящего противника после неудачной атаки мы ходим в наши контратаки и улучшаем свое тактическое положение. Так в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении мы улучшаем свое тактическое положение за счет вот таких вот контратак местного значения. И возвращаем часть нашей территории и улучшаем свои позиции. Далее идет Бахмутское направление. Вот здесь в основном все сосредотачивается на вокруг Часового Яра. В районах населенных пунктов Белогоровка, они, ну это немножко в стороне от Часового Яра, но тем не менее Белогоровка это основной ключевой. Пока они не пройдут Белогоровку, у них нету никаких шансов двинуться дальше либо на Лиман, либо на Сиверск, чтобы срезать Сиверский выступ. Поэтому Белогоровка здесь активность враг проявляет, потом Верхнекаменская, Спорная и на населенный пункт Новый. 20 раз противник на Бахмутском направлении атаковал наши позиции. Ни одна из атак не уменьшалась успехом. Кстати, надо отметить, Бахмутское направление, несмотря на то, что оно увеличено сегодня, но за счет организации и управляемости войск, там у нас ситуация тяжелая, но стабильная. И мы контролируем здесь ситуацию, сколько бы враг ни бился, помните, было и по 33 атаки на наши позиции, но линия фронта не меняется. Кстати, вот именно из-за этого я смотрю, что они не могут определиться, потому что не пройдя часа в яр, продвижение дальше в сторону Константиновки не произойдет. Что бы они ни делали, не идут дела. Поэтому обойти часа в яр они тоже не могут. Наша оборона довольно хорошо стоит и отражает все попытки продвижения. Чего не скажешь о следующем оперативном направлении, это Авдеевское. Там, где мы до сих пор не можем отойти от того прорыва, который врат совершил, и что дает возможность врагу продвигаться, они не успевают. Мы даже не успеваем поспешно занять оборону. Они постоянно напирают и стараются продвигаться вперед. И вот так мелкими шишками, к сожалению, имеют частичный успех. 39 атак на Авдеевском направлении было осуществлено вражескими войсками на нашей позиции. Атаковали везде. Калинова, Архангельская, Прогресс, Очеретина, Сокол, Соловьева, Новопокровская, Семеновка, Уманская, Яснобородка, Нитайлова, Первомайская. То есть вся линия фронта на оперативном направлении сплошные атаки. Сплошные. К сожалению, в Архангельском и возле Новоалександровке и к югу от Первомайского враг имел частичный успех. Но если в Архангельском и возле Новоалександровке враг расширяет плацдарм вклинение в нашу оборону, он пытается дойти до Новоалександровки для того, чтобы, я вам говорил, самый короткий путь к трассе. К трассе Покровск-Константиновка, которая обеспечивает снабжение группировки наших войск в районе Торецка. Но там, во-первых, до Новоалександровки они еще даже не добрались. И за Новоалександровкой есть целая гряда, которая идет по населенным пунктам Воздвиженка, Барановка, Тарасовка, где они, конечно же, упрутся в нашу оборону. И там не только господствующие высоты, там еще и целый каскад водохранилищ, которые им надо будет преодолевать. Так что самое короткое расстояние до трассы Покровск-Константиновка для расистов может оказаться самым длинным расстоянием. И тогда им придется опять, если они собираются продолжать развивать, пытаться развивать наступление, то им тогда придется либо возвращаться к Часовому Яру и там пытаться штурмовать позиции, а там тоже, несмотря на то, что говорят, что бои идут уже на окраине Часового Яра, но вы же не забывайте, там есть вот этот район города под названием Новый, или его еще называют Канал, то в этом месте, этот район обособлен от основного города, и он находится практически в низине, а сам город находится, основная масса города Часов Яр находится на высотах, до которых они еще даже не дошли. Поэтому вот так вот пока что складывается ситуация, и, к сожалению, еще попытки врага на юге Авдеевского направления, в районе Первомайского, там они не столько продвигаются вперед, сколько они пытаются выровнять линию фронта, и между Первомайским и Невельским они пытаются срезать выступ, который образовался благодаря удержанию нашими частями, удержанию своего района обороны. Они в районе Первомайского перешли трассу и пытаются двигаться на Невельское, вот за прошедшие сутки они продвинулись в сторону Невельского. Так что я думаю, что здесь, скорее всего, наше командование будет принимать решение относительно отвода наших войск на рубеж Нитайлова-Невельское и выравнивание линии фронта, что, как я вам говорил, всегда облегчает обороняющейся стороне вести оборонительные бои, то есть нам, потому что штурмовать прямой фронт намного сложнее, чем использовать вот такие плацдармы вклинения, как они делают в районе Очеретина, или как вот они сейчас сделали южнее Первомайского, для того, чтобы попытаться окружить наши войска. Ситуация очень динамичная и очень тяжелая, особенно на Авдеевском направлении. Почему? Потому что, с одной стороны, мы все радуемся помощи, но это помощь в дороге. И ощутим мы полноту доставки нам боеприпасов и бронетехники, вот в этом стабилизационном пакете, как я его называю, я думаю, только во второй половине мая. Потому что пока она зайдет в Украину, пока она будет сосредоточена на складах, потом это будет все развозиться по войскам, и в результате где-то вторая половина мая, когда мы планируем, кстати, что враг может начать второй этап операции, то есть введение в бой основных сил, которые он сейчас формирует, как в районе Часово Яра на Бахмутском направлении, так и в районе Очеретина на Авдеевском направлении. Мы уже будем в большей степени готовности наносить огневое поражение противнику на различных участках линии фронта. Кстати, и сейчас уже началась работа, я смотрю, по тылам, и очень примечательно, вот в Луганской области был поражен учебный центр, где там больше ста человек попали под наш огонь, наших комплексов Атак, Хаймарс, которые применили ракеты Атакмс в кассетном варианте. Три ракеты по учебному центру, это можно сделать вывод, что этих ракет достаточно. Раз мы начали уже их применять, кассетные боеприпасы по непосредственным тылам, по непосредственным местам подготовки оккупационных войск, то это говорит о достаточном количестве в арсенале этих ракет. Дай Бог, дальше пойдет больше и точнее. Далее у нас идет Новопавловское направление. Здесь враг тоже не оставляет попыток для того, чтобы наносить удары. Но Новопавловское направление пока что... Они тоже здесь попытались идти в лоб на угледар, но ничего у них не получилось. И они на сегодняшний день, несмотря на то, что 22 раза атаковали наши позиции, в основном в районе Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяная и Урожайная. К сожалению, в районе Урожайного им удалось продавить немножко нашу оборону. Они имели частичный успех и продвинулись на несколько позиций, продвинулись вперед. Но прорыва такого глубокого не произошло. Наши войска равномерно в районе Урожайного отошли на новые позиции. И все для российских войск теперь все надо начинать сначала. Новый рубеж, новая оборона и опять все штурм. Но линия фронта не прогнулась. Она ровно так вот чуть-чуть переместилась вглубь нашей обороны. Поэтому здесь это не критично. И здесь Новопавловское направление, судя по боевой активности и успехам, в кавычках, успехам расистских оккупационных войск, я думаю, что оно все-таки будет второстепенным направлением. И как Купинское будет, и Лиманское будет больше оттягивать наши резервы от основных направлений. То есть растягивать наши усилия по обороне на основных направлениях. Это Бахмутское и Авдеевское. Какое из них, вот видите, вчера вроде как по количеству атак и войск я пришел к выводу, что это Авдеевское направление. Но сегодня интенсивность боевых действий показывает, что и Часовьяр может стать тоже направлением главного удара. А может быть двойной удар по двум направлениям. Но вот тут уже возникает сомнение в возможностях расистской оккупационной армии одновременно начать наступление на двух направлениях, как на двух главных направлениях основных усилий с переходом в наступление. И дальше у нас идет Ореховское направление. Здесь боевая активность довольно низкая. Два раза расистские оккупанты атаковали позиции наших войск. В основном в районе Старомайорского, в районе Работиного. Район Работиного находится, я вам уже объяснял, под нашим огневым контролем. И то, что штурмовые группы могут забежать и повесить там какую-то аквафрешовскую тряпочку, а эта тряпочка снимается одним артиллерийским выстрелом. Или работой наших разведчиков. Ну, как правило, мы людьми не рискуем, поэтому артиллерия, она все равно работает по этим штурмовым группам, прорвавшимся или забежавшим в Работино. Поэтому ни под какой расистский контроль Работина не переходила. И пока что нету никаких тенденций к тому, чтобы она перешла, этот населенный пункт перешел под контроль расистских войск. Он находится под огневым контролем вооруженных сил Украины. И Херсонское направление остается. Здесь оккупанты продолжают попытки выбить нас с плацдармов на левом берегу. 9 штурмов было. Видно, подсобрались силами. Опять же, видите, как мы с вами постоянно наблюдаем, они то снижаются до 2 штурмов, а то 7-8. Вот сегодня 9 штурмов, точнее не сегодня, а в прошедшие сутки было предпринято врагом с целью прорвать или сбросить наши войска с левого берега Днепра. Все 9 штурмов были безуспешными. Понеся потери, довольно чувствительные потери поднес враг и отошел на исходные рубежи. Плацдармы продолжают бороться, продолжают наращивать боевые потенциалы, продолжают наносить врагу ощутимые огневые потери. Кстати, активизация на Херсонском направлении может свидетельствовать о том, что они таким образом за счет вот этих безуспешных штурмов, они прикрывают то, что с Херсонского направления группа войск Днепр, Рашистская, может передать несколько частей или подразделений, то есть несколько батальонов в распоряжение группы войск Восток, которая действует как раз в Донецкой области, на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Так что вполне возможно, что активизация могла бы быть. И тут, вот сегодня мы еще поговорим о том, что оккупанты начинают проводить мероприятия на оккупированных территориях. Кстати, ну уже по оперативному направлению закончили, и вот начнем сразу, есть некая информация по оккупированным территориям. Так вот, в Херсонской области, на левом берегу, рашистские захватчики производят принудительное выселение жителей Голой пристани, населенного пункта Каханов и населенного пункта Гладковка. Что они делают? Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты вывозят людей в отобранных у школ и автотранспортных предприятий автобусах. Украинцы временно размещают в населенных пунктах на юге Херсонской области и в Крыму. Причем специально держат в неудовлетворительных условиях. То есть, создают условия невыносимые для жизни. Принудительно выселяют и агитируют за переезд в Рашистскую Федерацию. То есть, Путин решил поиграть в сталинскую депортацию народов. Великий отец народов, великий переселенец. То же самое. Они вынуждают наше население переезжать в Рашистскую Федерацию. Принудительно практически. А в квартиры и дома, которые они отжали у местного населения, они заселяют, размещают новых работников оккупационных администраций. То есть, они завозят сюда граждан Рашистской Федерации, таким образом размывая наш украинский этнос, точнее, даже не размывая, а уничтожая его путем депортации и переселения на оккупированные территории своих граждан, выселения с оккупированных территорий коренного населения украинцев на просторы Рашистской Федерации. Вот такой вот. А мужчин еще заставляют становиться на военный учет, получать паспорта Рашистские заставляют. Как только берет паспорт в руки, сразу же получает повестку военкомат. И принудительная мобилизация в ряды оккупационной армии. Вот такой вот беспредел творят Рашистские. Но это еще в отношении геноцид, в отношении населения. Но также оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами Запорожской атомной станции. Об этом сообщает наше главное управление разведки. Было перехвачено видео с фражеского FPV-беспилотника, полученное с помощью средств радиоэлектронной разведки. Естественно, видео содержит маркировку определенную, которая указывает, что этот дрон был поставлен оккупационным войскам Министерством обороны Рашистской Федерации. То есть, эта радиотехническая разведка перехватила сигнал с дрона. Траектория полета Рашистского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками атомной станции в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганцевской общин, которые подвергаются постоянным атакам врага. Но мы знаем, что там артиллерия не умолкает и постоянно обстреливает эти два населенных пункта и прилегающие к ним территорию. Россия не использует территорию атомной станции для запусков беспилотников. То есть, они их запускают с территории станции, пользуясь тем, что силы обороны Украины не могут вести ответный огонь. Ну, мы же не... И, кстати, это еще раз доказывает, что мы никогда не ведем огонь по Запорожской станции. Любые взрывы на территории станции это только провокация со стороны расширских оккупационных войск. И мы даже не ведем ответный огонь в полукилометровой зоне вокруг станции, чтобы осколки не долетали до, не дай бог, до территории станции. А оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих беспилотников прямо возле 6-го энергоблока. Кроме того, с лета 23-го года на территории захваченной атомной электростанции расширские оккупанты начали использовать для тренировок пилотов FPV-дронов. То есть, у них там утепка, где они учат своих пилотов. Причем, дроны же боевые, они с зарядами летают. И если упадет, он же взорвется. Ну, и их это не волнует. Они устраивают вот такой вот настоящий террор, игра на нервах для всего мировой общественности, потому что 6 реакторов, это все-таки загруженные ураном. Да, они все в режиме холодной остановки, но я вам скажу, что это очень серьезная экологическая угроза всему европейскому континенту. Далее, по огневым задачам пройдемся. За прошедшие сутки авиация Силы обороны Украины и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по одному пункту управления войсками, по одной из наземной станций управления беспилотниками и по 8 районам сосредоточения личного состава и техники врага. За прошедшие сутки общие потери вражеские на линии фронта составили в личном составе 1130 рашистских оккупантов, в технике и вооружении в танках 20 единиц, в боевых бронированных машинах 29 единиц, в артиллерийских системах 20 единиц, в средствах противовоздушной обороны 4 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 23 единицы, в автомобильной технике 49 единиц и в специальной технике 8 единиц. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Сватова до Олешек, и в общем такая сложилась военная обстановка на всех оперативных направлениях в нашей стране. Но прежде чем мы перейдем ко второму разделу нашего обзора, военно-политическому, я бы хотел продолжить огневые задачи. Этой ночью по нескольким объектам энергетической и нефтеперегонной инфраструктуре были нанесены удары, а именно в Орловской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, местами начались проблемы с электроэнергией. В Смоленской области беспилотники летели на объекты энергетической инфраструктуры в Росславском районе. Сейчас ждем от нашей разведки результатов, куда они долетели и что там повреждено, и что выведено из строя. Беспилотники атаковали Афибский нефтеперегонный завод в Краснодарском крае. Кстати, это уже второй раз. Наши беспилотники пошли по второму кругу, там, где производство не остановилось полностью или где враг попытался что-то отремонтировать и включить опять, наши беспилотники полетели это все останавливать и разрушать. Кстати, там появились спутниковые снимки ударов 24 апреля, которые показывают, что одна из нефтебаз противника выгорела практически полностью. Из 12 емкостей с топливом, точнее с нефтью, осталось только два, остальные сгорели дотла. То есть результативный был удар, по-моему, это та база, на которой хранилось 26 тысяч тонн нефтепродуктов. И месяц закончился, пошла статистика по потерям, по применению огневых средств или ударных огневых средств против нас противникам. И вот по итогам апреля месяца мы первые данные подводим итог, что за апрель текущего года вражеские потери составили в личном составе 26 960 человек личного состава. То есть практически 27 тысяч личного состава потерял враг в ходе боев в апреле месяца текущего года в Украине. Также подразделения Сил обороны Украины уничтожили 4508 единиц российского вооружения и техники. Ну не дарма, Шойгу кричит, дайте мне больше техники, если хотите, чтобы я держал темп наступления такой, как есть сегодня. А именно, как распределяются эти 4500 уничтоженной техники врага. Это в танках 326 единиц уничтожено, в боевых бронированных машинах 746 уничтожено, артиллерийские системы 942, две системы уничтожено, реактивные системы залпового огня 30 единиц уничтожено, пусковые установки ПВО 36 единиц уничтожено, автомобильной техники уничтожено 1423 единицы, и специальной техники уничтожено 154 единицы. Кроме того, наши защитники сбили самолет, а также 781 беспилотник и 69 вражеских ракет за апрель месяц. Но враг, к сожалению, тоже не сидит сложа руки, и за апрель этого года рашидские террористы применили по нам более 300 ракет различных типов, то есть в апреле 300 ракет прилетело нам на голову, разных типов почти 300 шахедов, чуть-чуть там меньше 300, и более чем 3200 кабов прилетело на головы как наших военных, так и гражданского населения. Вот такая вот здесь не совсем веселая статистика за апрель текущего года. Но наше главное управление разведки работает, и ГУР назвал ориентировочное количество рашидских ракет и темпы их производства в Рашидской Федерации. Кстати, о темпах производства сегодня поговорим. Там Соединенные Штаты конкретно взяли за Китай и за военно-промышленный комплекс Рашидской Федерации. Так вот, ГУР сообщает нам, что запасы ракет типа Циркон, Оникс, Калибр и Х-69 по оценкам, по состоянию на конец апреля месяца, следующее. Рашидская Федерация имеет в своем арсенале на сегодняшний день 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 Циркон, темп производства примерно 10 ракет в месяц. 400 крылатых ракет Оникс, Оникс-М, темп производства 10 ракет в месяц. Ну, ониксы, это ракеты комплекса «Бастион», помните, и П-800 ракета. Это те, которые летели на голову одесситов, николаевцев. Вот они обстреливали их там. И с территории украинского временно оккупированного Крыма. Вот их больше всего, но это старые советские запасы. Это не то, что там они наклепали. Они сейчас могут производить таких ракет не более 10 в месяц. Это при условии нормальных поставок, комплектующих для этих ракет. Потому что, например, микрочипы электроника вся идет именно из Китая. И через страны прокладки, такие как Армения, Грузия и другие. Далее, ракет «Калибр». Враг накопил 270, имеет в своем запасе. И темп производства «Калибров» составляет самый высокий. Кстати, до 40 ракет в месяц может производить противник. На сегодняшний день. Также, ракета Х-69. Это модернизация ракеты Х-59. Дальность 400 километров. Крылатая ракета. Их 45 штук. На сегодняшний день. И темп производства, внимание, 1-3 ракеты в месяц. Тут, кстати, можно сделать вывод. На основании такого низкого темпа производства. По сравнению с «Калибрами», допустим, с теми же «Ониксами» или «Цирконами». Ну, «Циркон» это, как бы, тоже модернизация старой советской ракеты. Но темп производства 10 единиц. А тут 1-3. И это наталкивает на мысль, что ракета Х-69 не запущена в серийное производство. Скорее всего, производство ракет Х-69 организовано на базе какого-нибудь научно-технического производственного объединения, которое принадлежит вот этому конструкторскому бюро, которое его разрабатывало. То есть, основное производство – это в лабораторных условиях научно-исследовательского центра. Поэтому и темп такой 1-3 ракеты в месяц. В зависимости от того, что она собирает комплектующие или там, что склепает. Потому что, когда лабораторное производство не серийное, тогда вы же понимаете, что многие части ракеты изготавливаются вручную. А не потоковым методом на конвейере. Ну, и мы не сидим сложа руки. Вот это такое количество ракет. Кстати, если посчитать, 10, 20, 60, ну, примерно 60-70 ракет в месяц вот этих типов, которые здесь перечислены, они могут выпустить. Еще надо добавить сюда ракеты Х-555, Х-101. Они их тоже производят и имеют определенный запас. Там цифра была где-то около 200, по-моему, ракет у них еще в запасе есть. Также они могут еще Х-22 снимать с хранения. Они ее не производят. Это старая советская ракета. Вот. Их тоже там оценивают. Но их оценивается большое количество. Это советского производства ракеты. Они лежат на складах. Но она очень капризная в плане ее обслуживания и заправки. Она летает на многокомпонентном ракетном топливе. Которое является очень высокотоксичным и очень проблематичным в плане транспортировки, перекачки, транспортировки и заправки этих ракет. И заправленными они стоять долго не могут. Несколько суток их надо либо сливать топливо, эти компоненты, либо делать из них пуски. Ну вот, я так понимаю, по тем основным ракетам, которые сегодня применяет Рашидская Федерация, расклад примерно вот такой. Около, получается, около 700 ракет из перечисленных Циркон, Оникс, Калибр и Х-69 у них есть на сегодняшний день в наличии. И до 60-65 ракет они могут производить в месяц этих же ракет. Ну а мы тоже не сидим сложа руки, у нас Минцифры презентовала новую систему радиоэлектронной борьбы. Причем система настолько проста в эксплуатации, что обучение работе на этой системе занимает до 15 минут. Одно из ключевых преимуществ этой системы РЭП, что она незаметна для РЭПа оккупантов. То есть радиотехническая разведка Рашидских войск не видит этот РЭП, который разработали наши специалисты. Есть две модификации этой системы. Парасоль, она называется Парасоль-01 и Парасоль-02. Их в принципе радиус действия одинаковый, до 200 метров. Но Парасоль-01 это более стационарная. Она используется для защиты позиции от вражеских дронов радиусом действия 200 метров. То есть не подпускают ближе Рашидские дроны, они попадая в зону ее действия просто падают. И Парасоль-02 система это для защиты техники с возможностью подключения к бортовой сети. А радиус действия тоже у нее 200 метров. То есть если Парасоль-01 работает исключительно на аккумуляторах, то Парасоль-02 для техники, она может втыкаться в бортовую сеть машины и питаться от нее. Вот такую вот презентовали. Ну дай Боже, чтобы от презентации до поставки в войска прошло как можно меньше времени. Ну а теперь немножко скажем пару слов о военно-политических событиях, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. И Соединенные Штаты приняли новый пакет санкций, очень довольно серьезный, большой. Он направлен против военно-промышленного комплекса Рашидской Федерации и программ разработки и производства химического и биологического оружия. Об этом сообщил посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Санкции против более 280 субъектов Министерства финансов Соединенных Штатов ввело. И это 200 субъектов от Минфина и 80 субъектов предоставил Госдир. В общем, 280 субъектов Рашидской Федерации и других стран попали под санкции в результате сотрудничества с военно-промышленным комплексом США. Направлены эти санкции против ВПК России и программ разработки и производства химического и биологического оружия, а также субъектов по юрисдикции третьих стран, которые помогают РФИ приобретать ключевые ресурсы для производства вооружения. Под действие санкции попали около 60 субъектов из Азербайджана. Очень удивительно для меня было, что Азербайджан так активно оказывается сотрудничает с Рашидской Федерацией в плане поставок комплектующих для производства оружия. Бельгия, Китайская Народная Республика, Рашидская Федерация субъекты, Словакия субъекты, Турция и Арабских Объединенных Арабских Эмиратов. Они обеспечивают возможность получения Рашидской Федерации необходимых для ее ВПК технологий и оборудования из-за рубежа. В России под действие таких санкций попали более 100 субъектов, работающих в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики. Вот такой мощнейший пакет санкций ввели Соединенные Штаты против 280 субъектов в разных странах мира. Кстати, Государственный департамент Соединенных Штатов впервые с момента массированного вторжения расистских войск в Украину обвинил Рашидскую Федерацию в применении в боевых действиях в Украине хлорпекрина и тем самым нарушении конвенции о запрещении химического оружия. Это очень серьезное обвинение. И в заявлении Госдепа США о новых санкциях против РФИ также делается серьезный акцент на том, что Россия нарушила подписанную ею же Международную конвенцию о химическом оружии, применяя в ходе боевых действий в Украине хлорпекрин. Они применяют его против наших бойцов, когда пытаются их выкурить из убежищ, а потом наносить огневое поражение, что запрещено. Хлорпекрин, кстати, даже вот эти гранаты, которые там являются спецсредствами для правоохранительных органов, они в конвенциальной войне запрещены применению против регулярных частей. Хлорпекрин впервые применялся в Германии во время Первой мировой войны. В настоящее время он применяется преимущественно в качестве средства борьбы с беспорядками, то есть, как я и говорил, для правоохранительных органов. Но там концентрация хлорпекрина не приводит к летальным исходам. В качестве боевого оружия хлорпекрин запрещен. Организация по запрещению химического оружия включила его в свой перечень запрещенных боевых отравляющих веществ. В открытых публикациях Рашистского Минобороны хлорпекрин характеризуется как отравляющее вещество раздражающего действия. Россия пока официально не ответила на обвинение Госдепа, но Госдепартамент Соединенных Штатов сказал, что они официально уведомят Организацию по запрещению химического оружия о том, что Россия нарушила Конвенцию о химическом оружии. Конгресс Соединенных Штатов будет уведомлен официально. И в дальнейшем, как я уже сказал, Организация о запрещении химического оружия. Это серьезное обвинение. Это может вызвать еще один судебный иск против Рашистской Федерации и введение международных санкций ООН против Рашистской Федерации за применение химического оружия. Оно запрещено во всем мире. Так что это не шутки. И тот Макрон не исключает, допускает такую возможность, что Франция введет свои войска на территорию Украины. По словам Макрона, его стратегическая цель состоит в том, чтобы не дать Украине проиграть в войне с Рашистской Федерацией. Для этого нужно продолжать помогать. Также президент Франции заявил, что если Россия решила пойти дальше, то другим странам также придется задать себе вопрос об отправке войск в Украину. Как я уже говорил, у него системный подход в его заявлениях. Но, к сожалению, он либо не находит отклика в других странах, либо очень сложен для исполнения. Хотя, в общем, он говорит правильные вещи, которые нам бы могли помочь в этой войне. Далее, Соединенные Штаты, Европейский Союз и Великобритания потребовали от Объединенных Арабских Эмиратов остановить поставки санкционных товаров в Рашистскую Федерацию. То есть, обратите внимание, что и ЕС, и Соединенные Штаты Америки включили все речи недавления. С Китаем сейчас ведется активная работа. Я вам уже рассказывал, его со всех сторон зажимают, я не побоюсь даже этого выражения, поджимают Китай. И подводят его под полный запрет каких-либо товарооборотов с Рашистской Федерацией в плане поставок товаров двойного назначения, которые могут быть использованы Рашистами в производстве вооружений. Сейчас уже, видите, добрались до Объединенных Арабских Эмиратов. То же самое. Давление на Арабские Эмираты с призывом пресечь деятельность компаний, поставляющих в Россию запрещенные западными странами товары, оказали одновременно США, ЕС и Великобритания на ОАЕ. Американские, британские, европейские чиновники на прошлой неделе посетили Арабские Эмираты в рамках скоординированных усилий по предотвращению попадания санкционных товаров в Рашистскую Федерацию. Они, в частности, просили поделиться подробной информацией об экспорте и реэкспорте из Эмиратов товаров двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений. Ну, посмотрим, насколько Арабские Эмираты готовы либо бодаться, либо пойти на компромисс с США, ЕС и Великобританией и прикрыть для России кислород в плане получения товаров двойного назначения, что очень помогло бы нам, приостановив таким образом или остановив полностью таким образом производство вооружений в Рашистской Федерации. И результат санкций. Уже мы наблюдаем его реально на графиках и реально в жизни. Турция и Китай снижают объемы торговли с Рашистской Федерацией. Из-за сложности с осуществлением платежей многие компании прекратили сотрудничество с РФ. С марта текущего года банки этих стран начали проводить детальный анализ транзакций с РФ или полностью отказываться от их проведения. Имеется ввиду турецкие банки и китайские. В результате этого экспорт из Китая в Россию сократился на 15,7% только за март месяц текущего года. Что стало первым снижением товарооборота с июня 2022 года. Экспорт из Турции упал на 30% в первом квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года. То есть на 30% за первый квартал турецкого экспорта упал в Рашистскую Федерацию. Общий импорт в РФ восстанавливающийся до уровня начала СВО в прошлом году. То есть в 2023 году по итогам года импорт в Россию восстановился до военного уровня. Так вот в этом за первых два месяца этого года он снизился на 7% от показателей предыдущего года. То есть началось падение. Вот такой эффект дают санкции и воспитательные беседы со стороны Соединенных Штатов, их партнеров с странами, которые сначала в открытую, потом в серую пытаются сотрудничать с Рашистской Федерацией. Я думаю, что вот то, что я вам рассказывал, что Турция начала диверсификацию поставок газа из России, то есть они начали искать замену. И там очень интересно сказал министр экономики, по-моему турецкий, он сказал, что рано или поздно все равно наступит эмбарго. Полная эмбарго, полный запрет на российский газ. И поэтому, чтобы не остаться у разбитого корыта, Турция применяет такие превентивные меры для замены российского газа на турецком рынке. Кстати, Европейскому Союзу Соединенные Штаты создали льготные условия. Они снизили цену на скрапленный газ из Соединенных Штатов на до 380 долларов за 1000 кубов. Такая цена, кстати, примерно такая цена была стартовая, когда Путин предлагал бросовую цену на российский газ для Китая. А на биржах Европы цена подскакивала, тогда это в начале было вторжение массировано, цена подскакивала до 2000 долларов за 1000 кубов. Сегодня Штаты предлагают довольно хорошую цену, она ниже рыночной, 380 долларов за 1000 кубометров газа, при условии заключения долгосрочных контрактов между европейскими странами и американскими компаниями. Так что есть альтернатива, нет ничего незаменимого. И Россия полностью тогда потеряет, ну она уже практически европейский рынок потеряла, но это будет окончательный гвоздь, крышку грубо для российского газа на европейском рынке. Далее порадовала нас Латвия, президент Латвии объявил о том, что переговоры Украины по вступлению в ЕС будут чрезвычайно сложными, но они начнутся в июне этого года. Членство в ЕС также означает достаточно много обязанностей, а в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, безусловно, не так просто проводить реформы или преобразования. Поэтому я думаю, что да, нам нужно дать Украине и Молдове позитивный сигнал в июне месяце этого года о том, что мы начинаем переговоры. Вот такое заявление сделал президент Латвии, то есть в июне этого года начинаются переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Да, они будут тяжелыми, но я думаю, что консенсус будет найден и мы все-таки станем полноценными членами Европейского Союза. Ну и вишенка на торте сегодняшняя. Как прошел Первомай в Рашистской Федерации? Рашистская пропаганда убрала из... Ну помните, все, кто выходцы из Советского Союза, кто еще перешел из статуса советского гражданина в статус украинца, независимой и свободной Украины. Мы помним Первомайский лозунг «Мир труд май». «Мир» с большой буквы слово писалось и оно стояло первым в этом Первомайском лозунге. Так вот, Рашистская пропаганда убрала слово «Мир» из вот этого Первомайского лозунга. Российские госструктуры и средства массовой информации исключили слово «Мир» из официального девиза, традиционно используемого во время празднования Первомая. То есть «Мир труд май». Они теперь используют... К таким мерам прибегли, внимание, Генеральная прокуратура Рашистской Федерации, Следственный комитет, а также телеканалы Первый канал и ВГТРК. Среди федеральных изданий лишь газета «Московский комсомолец» включила в своем материале традиционный слоган «Мир труд май». Ну думаю, за это настучат по голове главному редактору этой газеты. А в других городах традиционный лозунг заменились символами специальной военной операции. Написали «Защита труд май», причем защита не с кириллицей буква «З», а с латинской буквой «З», и занятость «Мир труд май». Занятость тоже с латинской буквой «З». Или на ключевые слова «труд май» и «весна». То есть вот так вот звучало. Например, в Санкт-Петербурге девиз Первого Мая звучал как «Весна, труд и Петербург». А в Тольятти он звучал как «труд, семья и династия». То есть Рашистская Федерация не предполагает мира в своей стране. То есть они вечно воюющая страна, воюющая, наверное, со всем миром. Потому что там слово «мир» трактовалось в этом дивизии двояко. Оно подразумевало как мир в целом, наш планета Земля. И мир буквально, это нет войне. Чтобы не было войны. Ну что ж, а пропаганда Рашистская сделала вот так. То есть это воинствующая страна, которая готова воевать со всем миром и готова воевать вечно. Ну посмотрим, как лозунги будут соответствовать жизненному статусу граждан Рашистской Федерации. Что ж, ну я на этом сегодняшний обзор оперативной обстановки закончу. Вас благодарю за внимание, за то время, что вы досмотрели до этого момента. Также напоминаю, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Напоминаю, что юридическая компания «Консультант» ждет обращений военнослужащих и членов их семей для оказания, во-первых, предоставления бесплатной юридической консультации по интересующих вас вопросам. Ну а дальше определения или свои предложения по продвижению этих или юридическому сопровождению в решении этих вопросов и этих проблем, которые у вас есть. В основном это касается военнослужащих и членов их семей. Контакты этой компании вы найдете в описании к этому видео. Там есть ссылка на сайт и есть прямой мобильный телефон этой компании. От себя я добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Спасибо вам большое. Ну а мы с вами продолжим верить в силу обороны Украины. Перемога наша. Слава Украине. Слава Украине.